Начинаем запускать наш новый комплекс мобильный, который позволяет выполнять работы во всех условиях. Сейчас машину запустили, при работе в любых условиях машина должна нагреться, должно масло набрать определенную температуру для того, чтобы включить остальное оборудование. Сейчас подождем 2-3 минуты и потом запускаем остальное оборудование. Масло разогрелось, сейчас можно запускать коробку отбора мощности. Как я уже сказал, все встроено в автомобиль, никаких других посторонних агрегатов не требуется. Мы сейчас запускаем оборудование. Включилась нижняя коробка. Для того, чтобы коробка отбора мощности работала, нам требуется минимум 1600 оборотов в минуту. Чтобы поднять обороты, у нас есть специальная предусмотренная кнопка, которая нам позволяет в машине настраивать обороты. Сейчас мы настроили обороты 1800 оборотов в минуту. Сейчас начинаем запускать оборудование. Для того, чтобы запустить оборудование, я должен просто отпустить сцепление. Если я сейчас начну сцепление отпускать, вы услышите другой звук. Потихоньку отпускаем сцепление. Заработало все оборудование в этой машине. Сейчас оборудование работает и дает нам возможность мобильно работать во всех отраслях. То есть у нас сейчас заработал компрессор, у нас заработал электроагрегат. У нас сейчас на сегодняшний день одновременно мы можем 15 кВт электричества давать и одновременно работать компрессор, который дает 10 атмосфер и 3,5 кубов в минуту производительности. Около 35 кВт. В данный момент поступило электричество на компрессор. Сейчас, в данный момент, пока у нас компрессор отключен. Для того, чтобы нам его включить, нам стоит всего лишь нажать кнопку включить. Нажимаем кнопку включить и прошел процесс работы компрессора. Мы сейчас будем видеть, в течение какого короткого времени компрессор наберет давление до 10 бар. Компрессор уже набрал 10 атмосфер. Все, оборудование готово к работе. Теперь, в данном случае, мы можем включить электроэнергию. Здесь у нас сейчас 15 кВт. Для того, чтобы электроэнергию заработало, мы просто включаем одну кнопку. Переключили. Все начало работать. И с этого момента мы можем подключать любую единицу оборудования, которая позволяет до 15 кВт работать. После включения компрессора у нас есть две возможности использовать сжатый воздух. Одна возможность обдувочный пистолет, чтобы, например, детали или там что-нибудь обчистить. Вторая возможность работать с оборудованием. Для того, чтобы работать с оборудованием, мы сейчас подсоединили шланг подачи сжатого воздуха. И здесь у нас стоит кранчик подачи сжатого воздуха. Мы его сейчас открываем. И сжатый воздух пошел на подачу оборудования. Мы подали сжатый воздух. И сейчас мы увидим, что на оборудовании давление, которое мы настроили, уже здесь на месте. Сейчас мы на оборудовании настроили систему атмосфер для того, чтобы использовать дробеструйный аппарат. После того, как мы подали электричество и сжатый воздух, мы имеем возможность включить наше оборудование. Включаем наше оборудование. Все заработало. Включаем освещение внутри в камере. И включаем вентиляцию для очистки воздуха внутри в камере. После включения всего оборудования наши все комплектующие начали работать. Мы сейчас в данный момент в состоянии начинать дробеструйный процесс. Для того, чтобы начать, нам, во-первых, нужно немножко одеть защитную одежду. По крайней мере, перчатки, чтобы руки не побить. Это мы сейчас делаем быстро. И после того, как у нас все одето, еще раз контролируем, что все включено, все работает. Закрываем крышку. И, в принципе, готовы к работе. Еще раз хочу обратить внимание, что нет никакого другого подачи электричества, кроме от нашего автомобиля, который сейчас данный момент здесь стоит. Все работает только от автомобиля. Засовываем руки и начинаем дробеструйить. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин